Железный герцог, принц Филипп, хоть и был всего лишь мужем королевы, на самом деле играл очень важную роль и особенно в своей семье, он был ее настоящим главой и королева всегда прислушивалась к его мнению. Он не смог спасти неудачный брак своего старшего сына Чарльза и принцессы Дианы, но, как известно, сделал все возможное, чтобы поддержать Диану. Королевский эксперт, автор книги «Кенсингтонский дворец. Личные воспоминания от королевы Марии до Меган Маркл», Том Куин, рассказал об этом, выступая накануне на американском телеканале Fox News. Филипп более семидесятилетий шел за королевой в прямом и переносном смысле, но он был основой личной жизни королевской семьи и он поддерживал Диану в ее самые трудные периоды. Он также предостерегал своих сыновей, в том числе принца Чарльза, когда считал, что их поведение недостаточно хорошее. Том Куин добавил, что принц Филипп был на стороне Дианы, когда выяснилось, что принц Чарльз, и будучи женатым, поддерживает отношения с Камиллой Паркер-Боулс. Только в 1997 году, после ухода принцессы Дианы в мир иной, были обнаружены письма, которые доказывают, герцог Эдинбургский постоянно помогал Диане, давал советы и оказывал поддержку. В частности, он писал ей, если вам это нужно, я всегда сделаю все возможное, чтобы помочь тебе и Чарльзу в меру своих возможностей. Но я вполне готов признать, что у меня нет таланта брачного консультанта. В другом письме Филипп сказал, что не может понять решение Чарльза остаться с Камиллой. Он написал Диане, что считает Чарльза сумасшедшим, за одну только мысль о том, чтобы бросить ее, рассказал Том Куин. Филипп сказал Диане, что сочувствует ей и попытается поговорить с Чарльзом. Но, как мы знаем, ничто не могло удержать Чарльза подальше от Камиллы. Диана была очень благодарна Филиппу за добрые слова в письме и написала ему ответ, в котором поблагодарила его за понимание ее позиции. Том Куин резюмирует. Филипп был неоднозначной фигурой, которую приводило в ярость то, что он считал вторжением прессовых семейные дела, который время от времени делал расистские замечания и чья резкость иногда граничила с оскорблениями. Но в конце концов, он стал фигурой, которой очень восхищались. Даже те, кто его не любил, всегда хвалили его за ту поддержку, которую он оказывал королеве в течение долгих лет. Продолжение следует...